Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем цикл передач, посвященных магистрским программам Казанского Федерального Университета, самым интересным магистрским программам. И сегодня у нас в гостях представители Института образования и психологии Казанского Федерального Университета Фролова Алена Владимировна, доцент кафедры клинической психологии и психологии личности, руководитель магистрской программы «Консультативная психология» и студент 2-го курса магистратуры «Консультативная психология» Тадосиенко Ксения Евгеньевна. Здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня мы представляем вашу программу, будет такая презентация в очень доброжелательном режиме, я надеюсь. И поговорим мы вот о чем. Предварительно наш разговор, когда мы обсуждали эту тему, в общем-то выяснилось, что это, пожалуй, одна из самых старейших магистрских программ в КФУ, которая неизменно уже практически существует 10 лет. Я правильно понимаю? 10, может быть, даже 11. Вот, то есть с 11-го года, по-моему, у нас в 11-м году был первый, ну, то есть выпуск. То есть вот примерно так вот. Я, в общем, вспоминала где-то так. То есть выпусков было достаточно. Это очень завидное постоянство. Почему? Я сразу поясню зрителям. В гуманитарных дисциплинах считается такой классический цикл жизненно-магистской программы 2-3 года. Потом она или сильно модифицируется, или меняет название. Это связано, в первую очередь, с потребностями рынка, с желаниями студентов, которые хотят учиться, и возможности института. В данном случае мы видим завидное постоянство. И я хочу понять, почему. Я хочу услышать, скажем так, архитектуру вашей программы. То есть сколько людей мне учится, какие основные гендерные различия. Ну, в общем, такую внешнюю конструкцию. Из чего она состоит? Сколько стоимость обучения? Есть ли какие-то, ну, вплоть до, я не знаю, например, для молодых людей, которые учатся у вас, это возможность служить в армии, а срочка там, да, это тоже для некоторых это важный момент. Это все включает архитектуру. Вот давайте мы с этого начнем. Программа «Консультативная психология» действительно первая ласточка. То есть когда мы заявляли эту программу, мы не знали, что такое магистратура. Это вот был 10-11 год. И группа, которую мы набрали, у нас не было бюджета, у нас был договор. Это, ну, то есть маленькая группа в 10 человек. То есть это первые ласточки, которые выпустились. Потом с каждым годом, видимо, стал работать сарафан. Слушателей магистрской программы, учащихся, их стало больше. Вот в прошлом году был набор, он мы набрали около 40 человек. В этом году мы набрали 29. То есть несколько лет подряд у нас не было никакого бюджета, и мы набирали около 40 человек. То есть это много для магистрской программы. И понятно, что у нас есть даже некоторая такая, ну, то есть звездная болезнь или головокружение от успехов. Когда нас приглашают на день открытых дверей, мы всегда говорим, ой, нам некогда. У нас студенты, к нам и так идут. Вот. И, в общем, наверное, это не очень хорошо, но, тем не менее, ну, то есть я вам говорю, как есть, это, ну, то есть факт. В лишней рекламе вы не нуждаетесь? Ну, на день открытых дверей, нет, мы нуждаемся в рекламе, конечно же. Ну, на день открытых дверей мы, ну, то есть если у нас стоит вопрос провести занятия со студентами или идти на день открытых дверей, мы проводим занятия со студентами. А что бы вы прорекламировали в своем, вот, в вашей программе? Ну, скажем так, программа 10 лет, она на слуху, прошли уже, возможно, сотни, да, наверное, слушателей. Эта программа и сейчас, по прошествии, там, 10-11 лет, что бы еще можно было отрекламировать в вашей программе? Вы знаете, я думала, что такого уникального в нашей программе, я могу говорить моей программе, потому что, собственно говоря, я ее создавала. Я скажу, что уникальность программы, поскольку к нам приходят люди не с базовым психологическим образованием, у нас учатся не только бакалавры, а люди разных профессий, да, то есть бухгалтер, экономист, юрист, я, мое требование, это моя, так сказать, методика, на программе работают мои ученики, коллеги, от которых я требую, говорю, вы должны преподносить специфический материал так, чтобы, вот представьте себе, вы останавливаете человека, и человек должен понять, о чем вы говорите. Но это не обывательский такой простой язык, это не об этом. То есть мы учим своих студентов науки, мы используем научные термины, у нас научные теории, научный подход, но язык изложения, он должен быть универсален для бухгалтера, юриста, то есть юрист-бухгалтер приходит, и то есть это не такая сухой научный язык, это не как в анекдоте, знаете, вот есть анекдот, мальчик приходит, яблоко кусает и говорит, папа, а почему яблоко темнеет? И он говорит, понимаешь, сынок, железо вступает в сложную окислительную реакцию, и дальше идет, значит, набор каких-то сложных химических формул. И ребенок говорит, папа, а ты с кем разговариваешь? И вот на нашу программу очень часто просятся вольнослушатели послушать, потому что, говорит, вы так понятно все объясняете, то есть доступность. Потому что если мы говорим о том, что у нас, ну, то есть не элитарная программа, это не только психологи, люди, когда поступают, они спрашивают, вот я бухгалтер, а я смогу у вас учиться? А может мне заранее вот начинать учить, значит, общую психологию? Говорю, ничего не надо, мы, когда вы придете, мы будем вам объяснять на пальцах. Продолжая о структуре, архитектуре вашей программы, вот скажите, у вас гендерные мальчики-девочки, да, мужчины-женщины, как это у вас баланс? Девочек больше. Ну, примерно так процентно. А сколько это катастрофично больше? Ну, катастрофично больше. Ну, допустим, если там девочек 30, то мальчиков может быть 5. Стоимость обучения программы? Это 70, по-моему, с хвостиком, 72-73 в год программа. Очно-заочная форма, она очень удобна. Заочная форма тоже есть? Она, понимаете, психологов сейчас не изучают, не обучают заочно. То есть она называется по стандарту очно-заочная. Ну, то есть они учатся по вечерам. Ну, это, условно говоря, вечер. После работы. После работы, конечно, потому что люди должны зарабатывать себе на образовании. Когда вы почувствовали, в какой момент вы почувствовали взрывной интерес, а, по сути, вы говорите об этом, к психологии и потребности юристов, бухгалтеров вдруг пойти на психологию. Это было с самого начала такое ощущение? И вот как это ощущение вас меняет со временем? Нет, не сразу. То есть первые годы, может быть, года три, я не чувствовала такого вообще повышенного интереса, там, обучаться на магистра, да, идти. Ну, то есть это, наверное, может быть, лет семь назад. Лет семь назад, да? А с чем вы связываете? Почему вдруг проснулся интерес к психологии у нашего населения? Ну, потому что психология, она же популяризируется в обществе. То есть сейчас же интернет, он пестрит различными, так сказать... Экспертами гуру. Экспертами гуру. Потом такая вещь, да, то есть марафоны, люди, которые зарабатывают, ну, то есть психолог, который... Это никогда не была, ну, то есть высокооплачиваемая работа. То есть психолог, ну, то есть это там не юрист, не олигарх. И вдруг психологи получили возможность, ну, то есть работать в онлайн-формате и зарабатывать миллионы. Это связано, ну, то есть с коммерческим интересом еще. Не только с душевной потребностью, с духовной потребностью что-то познавать, но и получить инструмент высокого заработка. К вам ведут деньги или баланс? Деньги или душевный интерес? Баланс, наверное, баланс. И в этом балансе куда сдвигается? В сторону, собственно, ну, в каком-то смысле саморазвития или в сторону человека, который хочет зарабатывать большие деньги? Я думаю, что люди умудряются совмещать о саморазвитии и, так сказать, жажду наживы. Какой баланс у вас, вот по какому критерию, студенты, закончившие базовый курс обучения, бакалавры, переходят на магическое обучение, повышают свою квалификацию. И со стороны люди, закончившие непрофильные вузы, очень часто которые приходят к вам для получения новой профессии. Вот сколько, по сути, процентов в ваших группах составляет ваши студенты, которые закончили базовый курс психологии? Процентов 20-15. Так немного. 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 Основной поток – это все-таки люди со стороны. Да. Другие города? Из других городов много. Ну, я так понимаю, у наших гостей студент второго, заканчивающего в этом году магистратуру, Тадисиенко и Ксения Евгеньевна. Я слышал, вы приехали из Омска. Я в Омске закончила первое свое образование, вообще я с Алтайского края. Вы еще есть дальше, да? Да. Теперь расскажите, какие неврозы появлялись в Казани? Я жила в Челябинске 7 лет, как раз по распределению из вуза, по первому образованию. И жизнь так сложилась, что я побывала в городе Казань 3 года назад, влюбилась в этот город и замечтала когда-нибудь сюда приехать жить. И вот судьба так сложилась, что появилась возможность, время, я подумала, почему не попробовать. И как раз тут стоял вопрос о дальнейшем обучении, получить базовое обучение, второе, высшее, по психологии. И когда я узнала, что есть такой классный университет в Казани, КФУ, и что выпускают очень сильных психологов, то я поняла, что это оно, надо ехать именно сюда. А у нас действительно сильные психологи? Можно ли говорить, что уже сложилась какая-то казанская школа психологии или что-то подобное? Мне кажется, что да. Как Сергей Владимирович Петрушин привез сюда в первый раз практическую психологию. Это же человек, который привез сюда. Ну, то есть практической психологии ведь не было вообще. Ну, то есть в Казани, в России. Да, ну, Корней Чуковский говорил, в России надо бы жить долго, и тогда доживешь до чего-то. То есть практическая психология, она наукой не считалась. Очень долгое время. И вот пионер практической психологии, патриарх, отец родной, как я его называю, он привез сюда практическую психологию. И, собственно говоря, с его легкой руки практическая психология, она начала развиваться. Я думаю, что практическая психология в Казани, она, ну, то есть достаточно сильная. Вопрос не совсем связанный с вашей программой, но это связанный с таким личным вопросом. Что вас самих привело в психологию? Это вопрос каждого наших гостей. Как зародился интерес? Ну, вот существует такая легенда, что в психологии приходят прорабатывать свои собственные проблемы. Она очень наслышана об этой легенде. Да, ну вот я вам могу, я говорю про себя с психологией, о психологии. Я вообще первый раз услышала, когда я училась в университете на филфаке. И к нам пришел Леонид Михайлович Сергей Владимировичем Петрушиным. И они сказали, что они занимаются психолингвистикой. И слово психолингвистика меня так очаровало. Я решила, что мне надо туда. И я туда, значит, пошла. Потом, значит, ну, это чистый интерес. Я пришла в психологию и сказала Сергею Владимировичу. Мне, говорю, вообще, говорю, проблем-то нет, чтобы их решать. Но у меня, говорю, другая проблема. У меня 33 кофточки лежат дома. И мне их надо куда-то надевать. И я решил, что я буду заниматься психологией. Буду ходить менять кофточки. Я думаю, что ваши отцы-основатели, они очень сильно напряглись, когда вы сказали, что по 33 кофточки. Очень. У вас, говорит, нет проблем, сказали они. Нет, Петрушин, он не стал, так сказать, менять. Это он согласился. Но тут сидел профессор Рогов, который потом, когда поток набрался, он говорит, а вот у некоторых мотивация. И погрозил пальцем менять кофточки. Так, я пришла в психологию. И через три года, я вам могу сказать, когда я защитила диссертацию, я уже была заведующей кафедрой. Так что, когда говорят, ну, то есть, об одной мотивации, а потом она меняется, или мотивация, ну, какая-то, ну, то есть, с точки зрения серьезности, недостаточно хороша, ну, все течет, все меняется. Я на это внимания не обращаю. Ну, я, по моему точке зрения, с моей точки зрения, с моих, вообще, позиций, нынешних, это я к ним долго шел. А все, что мы делаем, каким мотивациям мы себя не объясняли, нас толкает определенная сила. Если она нас подняла с дивана, привела в этот класс, посадила на этот стул, значит, так должно быть. Для счастья или для урока делаю второе в жизни. Но, тем не менее. Ну, простите, я вклиниваюсь сейчас. Я просто понимаю, что меня туда привели. Но тогда-то я не понимала, тогда я думала, что мне кофточки надо менять. А привели что? Ну, привели, что это у каждого же человека есть там предназначение, свой путь, миссия. То есть, жизненное задание. Жизненное, да, то есть, жизненное задание, жизненное испытание. Ну, разве я тогда могла думать? И вы счастлива? Да, я счастлива. Правда, иногда я устаю, и вот недавно ко мне пришла магистрантка, она пришла консультироваться, и я говорю, ты даже не представляешь, как мне надоело консультировать, как я не люблю работать. Она говорит, да? А я думала, что вы очень любите работать, я говорю. Ну, не в таком же объеме, сказал ее. Ксения, как вы стали психологией? Какая сила потянула вас именно в психологию? Какие мотивы? Как я уже сказала, я училась на инженера путей сообщения. То есть, вы не юрист и бухгалтер? Нет. Инженер путей сообщения? Да, я училась на теплоэнергетическом факультете, и там было 80% мужчин и 20% женщин. И у меня интересная история. Моя мама привела меня на тренинг, там были духовные практики, в общем, все водили хороводы, пели песни. Я говорю, я хочу убежать отсюда. Она говорит, нет, это очень дорого стоит, ты будешь до конца. И потом, ну, что-то я в себе почувствовала, какие-то изменения. Потом начались тренинги различные, и я увидела, что я меняюсь, что я не знала раньше, что у меня были какие-то проблемы, но там узнала. И когда жизнь качественно меняется, то хочется дальше продолжать. И то есть, ну, много лет... Я перебью. Мы никогда не спрашивали маму, мама, почему ты меня привела? У меня было все хорошо. Что ты во мне такое увидела, что повела меня туда? Она же не просто так повела. Она что-то увидела, что... Так, у моей дочки есть проблемы, посчитала она. Нет, она просто уже увлекалась этим, и почувствовала тоже, какие перемены в жизни происходят, и захотела причинить добро, как это очень часто бывает среди тех, кто начинает заниматься обывательской психологией. И так я сама уже потом продолжила, и была гештальт-школа в Новосибирске, и разные другие обучения. Вот вы сказали, что вы почувствовали перемены. В чем заключались? Можете рассказать? Это очень лично, но могу, в принципе. Если это возможно, да, я не настаиваю. Ну, то есть, если раньше строила отношения с мужчинами, то это была определенная категория парней. Это были зависимые отношения. То потом стали появляться качественно другие люди в моем окружении, другие отношения. То есть я стала понимать свои эмоции, чего я хочу, управлять ими. Это очень много значит. Вы можете управлять своими эмоциями? Да. Вот мы упоминали о психологической школе, которая, возможно, уже формируется в Казанском университете, и раз к нам сюда приводят людей с другого конца страны. Вот я, когда готовился к этой программе, посмотрел, попал в мне на глаза, вот считается, что есть шесть направлений в психологии, в практической психологии. Это психоанализ Фрейда, архетипы Юнга, гештальт Ветгаймера, бихейворизм, гуманистическая психология и трансперсональная. Трансперсональная, да, трансперсональная. Скажем так, вот магическая программа, которую вы руководите, она какой школе ближе? Почему и в чем особенности? Вот на самом деле вся консультативная психология базируется на пяти направлениях. То есть это золотой стандарт. Это психодинамический подход, сюда входит и аналитическая психология Юнга, и психоанализ Фрейда, и, ну, то есть, психоаналитические школы. Это когнитивно-поведенческий подход, это гуманистический подход, это экзистенциальный подход и системный подход. И, соответственно, в процессе обучения студентам предлагаются эти подходы. Поскольку вообще мое убеждение, что человек, который работает в одном подходе, ну, например, там, психоанализ или там КПТ, когнитивно-поведенческий подход, или там гештальт подход, он похож на сектанта. Ну, то есть мы предлагаем интегративный подход. То есть я считаю, что психолог, он обязан знать много направлений и их совмещать. Потому что когда мы работаем с клиентом, ну, то есть мы должны выбирать тот подход, который, ну, то есть подходит ему, ну, то есть к его индивидуально-психологическим особенностям, к типу характера, да, то есть к типу темперамента. А ваш личный интерес, что вам ближе? Я не могу сказать, то есть, что мне какое-то направление ближе. Я работаю во всех подходах. То есть я их знаю и, то есть в зависимости, еще раз, от клиентского запроса, от темы разговора, от типа личности. То есть если мы вот, да, ну, то есть берем там метод свободных ассоциаций, да, то есть в психодинамическом подходе, ну, есть типы характера, для которых ассоциирование, ну, у него, ну, то есть мышление. Я понял. Другой тип мышления. Да. Ему, например, только там когнитивный подход, и он, ну, то есть он очень рациональный. Или там вы начинаете разговаривать про его архетипы, ведущий архетип там в поведении, он смотрит и говорит, ну, предполагается, а кстись, какой архетип? Фоточки налей. Ксения, вы приехали в Казань, вы поступили на магическую слушательную магическую программу консультативной психологии в Казанском федеральном университете. Когда вы поняли, когда у вас случился такой, возможно, первый вау? Вот, да, вот, понимаешь, во-первых, свое, во-первых, что-то такое настолько интересное, необычное, что вот такой внутри вау происходит. Да, я помню такой момент. Вот, нужно на этот момент рассказать о нем. Это было как раз у Алены Владимировны, когда на мне показывали демонстрационную сессию, как расшифровывать сны. И у меня было просто потрясение. Я помню, как я вышла и записывала сториз, что, блин, я думала, что здесь просто это как обычная вышка, просто корочки, а оказывается, что здесь настолько про себя много узнаешь нового. И такое ощущение, что ты за эти 70 тысяч приобрела просто какой-то бесконечный тренинг или психотерапию, я не знаю. Какая ваша мечта? Вот закончится это время, да, обучение. Что дальше, как вы себя видите? Я мечтаю стать профессионалом в своем деле, психологом успешным, у которого будет очередь из записей. Я мечтаю о своем психологическом центре. Может быть, это слишком амбициозно, но в будущем, да, где будут классные специалисты, собранная команда. Ну и также хочу семью и большой дом. Есть ли у вас кумир в области психологии, на данном случае? То есть на кого вы бы ориентировались в качестве примера для жизни? Ну, я бы сказала, не кумир, а те люди, ну, к профессионализму, которых хочется стремиться. Это преподаватели нашего вуза Алена Владимировна, Степашкина Валерия Александровна. То есть эти преподаватели очень удивляют своей работой, как можно за час всковырнуть вообще такие вещи, к которому, ну, обычные психологи, ну, то есть у меня есть опыт общения и работы с психологами, идут месяцами. И я бы хотела так же. Вы сказали, центр психологический. Правильно понимаю, что его так, с такой, с легкой эйфорией даже, у вас ведет, ну, желание славы? Да, я этого не скрываю. В том числе. Не боитесь? Боюсь, но иду. Почему я задаю этот вопрос, не боитесь? Ну, вот слава, гордыня, это то, что, в общем-то, ведет-ведет, а потом обманывает. Вот этого не боитесь моментов? Я, конечно, боюсь разных моментов, но я считаю, что страх – это такой маркер, где твое развитие находится. И параллельно обучению я занимаюсь, ну, прохожу сама психотерапию, и, то есть, решаю все свои внутренние проблемы. Конечно, просто хотеть славы и там ради этого учиться – нет. То есть, есть желание помогать людям. Я испытываю удовольствие, когда человек тебя благодарит и говорит, вау, спасибо, ты мне помогла. То есть, это вообще бесценно. Готова без денег даже это делать. Вот я обозначал направления, и Алена Владимировна потом их развила, но она сказала, что у нас нет такого очень четкого синтеза, да, или все направления приходится изучать и использовать. А для вас, Ксения, есть какое-то направление, которое вам наиболее близко, там, гештальт, психоанализ, я не знаю. Мне вот так же, как Алена Владимировна рассказала, интересно все, и оно работает по-разному и в разных случаях. И метод свободных ассоциаций вообще классный, когда ты из подсознательного достаешь вещи, о которых даже не догадывался. И когнитивно-поведенческая терапия очень классно работает, когда ты меняешь свое поведение, и все вокруг начинает меняться, потому что у людей не остается другого выхода, как, ну, тоже менять свое поведение, ведь ты начал вести себя по-другому. Поэтому я не могу однозначно ответить, что какой-то подход мне нравится больше. Алена Владимировна, вот 11 практически лет вы пускаете психологов. Есть ли такие фигуры из ваших выпускников, за которыми вы следите с интересом, возможно, даже с завистью, да? Ну, может быть, не очень хорошее слово, но в данном случае так, которые понимаете, что вот да, вот это вот, то есть это их по-настоящему. Ну, вы знаете, культовых фигур я назвать не могу, сказать, что с завистью тоже не могу. Ну, то есть я просто радуюсь их успеху. То есть когда я вижу, что они, ну, то есть реализованы как психологи, что они, ну, то есть успешны, что у них, ну, то есть все получается, ну, тогда, собственно говоря, понимаешь, что все было не зря. Потому что, ну, то есть учитель появляется тогда, когда есть ученик. То есть они, ну, то есть люди, которые готовы вставать в позицию, ну, то есть ученика, когда они, ну, то есть это принимают. Вот я просто сейчас по ходу, когда вас спросили про уникальность, понимаете, ну, мой подход, он предполагает, как это сказать, ну, то есть метод погружения, что ли. Если я читаю психотерапию, то мои лекции должны быть психотерапевтичны. Я помню, что когда не было магистрской программы, студенты выходили, все заплаканы, и весь институт знал, что у них была психотерапия. Я работала на кафедре у Менделеевича Владимира Давыдовича, он говорит, ты что, их бьешь? Почему они все там плачут? Потому что, ну, то есть это вот как раз такая штука, которая, ну, то есть позволяет, наверное, обучаться студентам. Это вот... И когда они, ну, то есть берут лучшее, я для чего это вообще, ну, то есть им все даю? Ну, для того, чтобы, ну, то есть я им даю, ну, то есть элементы знаний, то, что знаю. Если они берут и применяют, и у них получаются лучше какие-то вещи, чем у меня. Ну, допустим, вот у меня магистрантка, она работает с детьми, бывшая магистрантка. Я говорю, Валя, ты гений, мне бы это даже в голову не пришло. То есть как она работает, как она обыгрывает, как она работает с категорией маленьких детей, там, среднего возраста, подростков. Ну, так вкусно рассказать. Вы можете какую-то сценку описать, вот, где вот это как работает, что даже вас удивляет? Вот, я не знаю, если это возможно. Ну, то есть она... Я не могу сейчас, да, как она какие-то фишки придумывает по групповой, например, по работе с подростками, как она там отрабатывает копинг-стратегии. Ну, например, ребенок приходит, у него там избегание, например. И она что-то придумала, вот, что-нибудь... Я сейчас вот просто не вспомню. И, так сказать, и раз, и все, и получилось. Потому что, ну, то есть... Вот они, ну, то есть они такие вот умные у меня. Правильно? Могу ли я, насколько это будет, с моей стороны, корректно сказать, что психология – это наука о том, как сделать людей счастливыми? Ну, или пытаться сделать людей счастливыми? Нет? Нет. Ну, и к психологу человек идет... Вот вы знаете, когда я стала заниматься серьезно осознанной психологией, я задумывалась о том, что сделала это меня счастливой? Да нет. Вот я не могу сказать, да, ну, то есть, что вот осознанность, она делает человека более счастливой. Ну, нет. Нет, это, ну, то есть, ну, более осознанным, более зрелым, более ответственным. Ну, вот скорее так. Но когда к вам приходят, скажем так, пациенты, да, или клиенты, они же приходят от того, что им плохо. Да. И после взаимодействия им должно стать хорошо? Нет. Нет? Нет. Психотерапия – это не о том, чтобы убрать боль, а иногда, если это нужно, сделать ее невыносимой. Я понимаю. Да, ну, то есть, одна девушка мне сказала, ой, я что, спала, что ли? Как я могла этого вообще раньше не понимать? Стала ли она счастливей? Нет. Ну, это принесло ей, ну, определенное облегчение. То есть, ты, когда получаешь вопросы, ответы на вопросы, ну, в жизнь приходит ясность. Вот, знаете, да, то есть, он не заслужил счастья, он заслужил покой. Известная фраза. Ну, приходит определенный покой, приходит успокоенность, когда ты, ну, то есть, понимаешь, что происходит в твоей жизни. Это разные вещи. Ну, я просто спросил. Да, потому что счастье, ну, то есть, можно еще, это, получается, все осознанные, значит, счастливые, а неосознанные плачут. Ну, нет же так, да? Ксюш, вы как? Нет, конечно. Стали ли вы счастливее от того, что вы там, ну, нет? Это другое, то есть, это качество жизни меняется, но это не про счастье, мне кажется. Я хочу вернуться и развить немножко тему популярности психологии в нашем обществе. Популярности, которой, ну, не так много лет, на самом деле. Если западная психология – это почти 100 лет развития, в нашем обществе это, ну, 10-2 десятка лет. Вот я и говорю, да. Как мы обходились раньше без психологов? Почему они сейчас необходимы? Что настолько необходимы, что они способны зарабатывать большие деньги, что в вашу магистратуру, там в вашу магистратуру есть очередь? Есть очередь в магистратуру. Обычно магистранты идут, у них такое, ну, здесь же платят, всех берут. Нет. Определенный профотбор, он есть. Вот я категорически против, то есть, я могу якать, как руководитель программ, потому что я несу ответственность за выпуск. Я стараюсь не брать людей, которые приходят и начинают, так сказать, сморкобесие, про то, что, значит, мы даем задание, это мотивационное эссе, и оно с точки зрения вообще испытания, оно очень важное, там вообще видно, как человек излагает мысли, какая, ну, то есть, что он вообще, как он себя презентует. И вот начинается там, я ароматерапевт, я исцеляю по камням, и там, значит, диагностирую ауру. До свидания. Потому что я считаю, что давать дипломы гадалкам, экстрасенсам, и это очень опасно. Потому что потом идет дискредитация профессии. То есть, а к вам реально приходят люди, которые... там, шизотерика, эзотерика, да? Ну, конечно, это делается для того, чтобы узаконить вот этот оккультизм. Потому что когда, ну, одно дело ты пишешь, таролог, а другое дело ты пишешь, магистр психологии таролог. Казанского федерального университета. Казанского федерального университета. И ты не занимаешься психологией, а ты занимаешься околпачиванием людей. Поэтому я стараюсь, чтобы дипломы таким людям в руки не попадали. Потому что психология – это наука, а не, так сказать, это танцы с бубном. А помимо эзотерики, шизотерики, оккультичной, ну, какие еще барьеры, кого вы еще выбраковываете? Кто приходит к вам, вы посмотрели на него, говорите, нет? Ну, например, вот были вступительные экзамены. Человек, значит, опаздывает на экзамен. Ой, я вот там проспал или еще что-то. Ну, ладно, проспал, бывает, может, волновался. Ну, напишите, пожалуйста, эсэ. Значит, пишет три строчки. Ну, то есть все. Ну, это, в принципе, то есть показатель определенной, ну, то есть мотивации. То есть это, ну, то есть это отношение. То есть, а потом нам нужно с ним будет, ну, то есть работать, поскольку мы работаем по стандарту. А студенты пишут диссертации. И то есть это определенная ответственность. Ну, то есть это вот щепетильность. То есть выбраковывается на уровень, что... Ну, ответственности, зрелости, да, ну, то есть спинка дверь открыть, ну, то есть не получится. Даже заплатив, имея возможность... Абсолютно, да. Потому что, ну, то есть, ну, естественно, ну, то есть, если мы видим, ну, то есть понятно, что психология – это такая область, где много нездоровых людей. Кстати, вот я хотел спросить. Много нездоровых людей. И когда я вижу, ну, то есть, поэтому я не люблю, когда говорят, вот, давайте будем испытания онлайн проводить. Я говорю, нет, давайте они будут приходить. Ну, то есть, понятно, что когда была пандемия, то есть у нас не было здесь выбора. Потому что, ну, то есть, если мы видим людей нездоровых, неадекватных и дисгармоничных, мы их не берем однозначно. А вот такая ситуация. Человек не оккультист. Человек ответственный. Человек без... Патологий. Да, проявлено, как минимум, да. И вы все равно его не берете там. Возможно, мест не хватает. Вот бывают такие ситуации? Нет. Таких ситуаций не бывает. Таких ситуаций не бывает. То есть, если мы видим, что человек очень хочет, очень мотивирован, это видно по тому, как он, да, то есть, старается, как он пишет. Вот такой вопрос еще. Наблюдая за своими студентами, которые приходят из Алтайска, да, правильно? Иногда приезжают из Алтайска, которые приходят с бухгалтерии, с юриспруденцией, с различных областей человеческой деятельности, они приходят к вам на собеседование, они приходят у вас учиться. И в процессе учебы вы можете сказать, что вот из этого человека выйдет, ну, звездочка психологии, да, у него будет. А вот этот человек, который, ну, например, практической психологии в качестве, там, врача, я не знаю, как консультанта, да, он не очень пойдет, но, возможно, ему пригодится для жизни. Вот вы можете сразу сказать, через какое-то время, что вот, да, это у человека потенциал офигенный, да, вот, ну, большой потенциал? Ну, конечно, это есть, да, то есть, ну, здесь... Через что это проявляется? Может быть, какие-то маркеры? Ну, профессионально важные качества. Это эмпатия, умение интерпретировать, там, гибкость, да, то есть, интеллект, в конце концов. Понятно, что есть, допустим, ну, люди, это как, ну, многие же поступают в музыкальную школу, но не все же потом музыкируют, да, то есть, кто не учился в художественной школе, да, то есть... Я учился. Учился, ну, как рисуете? На полях. На полях, да, то есть, на полях. Ну, то есть, и здесь то же самое. Я всегда говорю, что, ну, то есть, закончив магистратуру, многие из вас психологами, ну, то есть, не станут. То есть, вы сразу предупреждаете. Да, и я вообще говорю, что консультирование – это не бизнес. Бизнес – это что такое? Это получение сверхприбыли. Ну, то есть, у многих есть такая фантазия, что, ага, сейчас я буду консультировать. Ну, то есть, сколько вы можете консультировать? Вы больше четырех консультаций, ну, то есть, это уже не экологично, да, ну, то есть, это тяжело. То есть, вы... Поэтому, ну, то есть... Ну, по крайней мере, саморазвитие, осознанность студента – это гарантированно они получают. Даже если у человека, он как Тетерев сидит, да, то есть, ничего не понимает, а такие студенты у нас есть, они, ну, то есть, некоторые приходят, и я вижу сознательно, бессознательно. И у них, да, то есть, они уже там все, падают в обморок. Ну, что-то все равно у них, так сказать, это... Они получают даже такая вещь, ну, то есть, мы их приучаем читать книги. Они начинают читать книги, в том числе и художественные. Ксения, у вас уже есть опыт консультирования? Да, есть. Вы можете сказать о самом интересном эпизоде? Ну, что вам больше всего там понравилось, поразило, испугало? Да, могу. Мой первый клиент за такую чисто символическую стоимость, ну, то есть, он знал, что я учусь, оказалось, что у него проблемы с наркотиками. Я очень напугалась с зависимостями, ну, то есть, я дел не имела. И, в общем, ну, обозначила ему, что если ты сам не захочешь, тебе никто помочь не сможет. И тебе нужно сейчас принять решение, как, ну, дальше ты хочешь работать со мной, или ты, ну, пойдешь в другие места и к профессионалам, и в группы, ну, где помогают именно с такой проблемой. И, то есть, он ушел думать, и я ушла думать, надо ли мне это вообще или нет. И чем закончилось? Чем закончилось? Я для себя определила, какие плюсы и какие минусы. То есть, он ответственный, он ходил на работу, то есть, это не тот наркоман, который там колется и прогуливает работу и тащит все из дома, то есть, там легкие наркотики были. А он ушел думать, надо ли ему это. И он мне написал, Ксения, да, я хочу попробовать психологию. А ему, как бы, вообще мама посоветовала. А я знаю, что если человека приводят, то он не будет ничего делать и в итоге обесценит всю работу и скажет, ой, ваша психология ерунда, ничего не помогает, поэтому пошел я дальше как-то жить. И мы начали с ним работу, встречались раз в неделю, и у него очень серьезные результаты. И для меня, для самой это было удивление. И он прям так благодарил. Он поменял сейчас работу, нашел работу с более высоким окладом. Не употребляет. Ну и дальше посмотрим, как будут развиваться события. Ну то есть, этот опыт тебя вдохновил, правильно? Этот опыт меня очень сильно вдохновил. И я поняла, что да, я не зря все-таки пришла учиться, и что у меня получается. Потому что сомнения есть всегда, есть страх. Сможешь ли ты помочь, навредишь. Потому что я ощущаю очень высокую степень ответственности. Самое интересное, ваш клиент, который вас в итоге вдохновил. Вы знаете, я даже, ну то есть, вот не могу вспомнить. Просто я всегда говорю студентам, для того, чтобы научиться консультировать, надо консультировать. Просто начать. Без критического осмысления. Правда, Ксения сказала, что они боятся мне признаваться, что они консультируют. Хотя я все время говорю, что надо это, консультировать. У меня, ну то есть, когда меня спрашивают про консультирование, получалось, у меня не было трудного ученичества. Вот что я там, вот значит, пришла в психологию, начала там, да, и у меня не получалось. Потому что, ну то есть, я начала, ну то есть, меня Владимир Давыдович привел в реабилитационный центр «Надежда». Ну то есть, это работа с наркозависимыми. То есть, и я, ну то есть, я ничего не умела, ну то есть, и параллельно я, значит, консультировала в психиатрической больнице и в диспансере. Поэтому, ну то есть, вот я не оценивала себя, я просто делала. Да, и вот сейчас, да, то есть, там вот из этого центра, то есть, мои, так сказать, клиенты, они стали уже психологами, мы поддерживаем, так сказать, отношения, и то есть, все хорошо. Поэтому я никогда не фрустрирую, да, то есть, у них есть фантазия, что для того, чтобы быть хорошим, так сказать, психологом, Ксения не даст соврать, да, не говорила я, что надо прожить 150 лет, да, превратиться в тортилу и запеть песню, затянулась, бурой, так сказать, это совсем не обязательно. Потому что, вот я говорю, у меня, ну то есть, мои ученики, они молоды, прекрасные, прекрасные консультанты. Это, ну то есть, не всегда жизненный опыт, седины, это прямо вот, ну такой вот, эта звезда во лбу горит, да, такой аксакал в шапке сидит и вещает что-то. Нет, говорил я вам так? Да. Да. Не даю, не даю. Мы когда с вами предварительно встречались перед этим разговором, вы упомянули о таких ваших магистрах, которые меня очень заинтересовали, категория. Это люди, которые приходят к вам из мечети, из церкви, то есть, христиане, мусульмане, которые продолжают там работать, пребывать в этих церквях, в мечетях. Тем не менее, у них есть потребность получить еще психологическое образование. Что это за люди? Почему? Что их ведет? И что им дает? Можно с этим поговорить? Вот я вам могу сказать, если мы говорим о направлениях, ну, то есть, принадлежности конфессиональной мусульмане, допустим, ну, так называемые евангелисты, они приходят чаще, чем, допустим, да, то есть, христиане. Христиан меньше. Вот на моем... Ну, евангелисты тоже христиане? Просто иметь православные? Ну, православные, да. То есть, православных, ну, то есть, они самые негибкие, то есть, я что-то вот даже вспомнить не могу. Ну, я не знаю, ну, то есть, ну, наверное, да, то есть, религия, она же, ну, то есть, ортодоксальна по своей сути. Она, ну, то есть, религия, да, то есть, она состоит из множества запретов. А жизнь, она предполагает гибкость. И, допустим, человек, который, ну, то есть, находится в религии, и он проповедует... То есть, вам прям проповедники приходят? Да, проповедники. И ведут проповедину. Да, 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 ну, то есть, они понимают, что, ну, то есть, они должны, ну, то есть, быть гибкими. То есть, они получают инструменты гибкости, которые позволяют, ну, то есть, они говорят о том, что они много видят людей нездоровых, невротичных. И им нужно, ну, то есть, во-первых, дифференцировать, во-вторых, как-то с ними обращаться, и, ну, то есть, выходить за рамки, да, то есть, дихотомичного мышления, там, бог и дьявол, хорошо или плохо, черное и белое. Вот так вот. Одна моя выпускница, она даже, она мусульманский психолог, она изобрела метафорические карты, я ей сказала, оформен патент, потому что, говорю, твои карты, если ты, ну, то есть, ты им в интернет выложила, ну, то есть, у нее вот такой патент, изобретение. Что такое метафорические карты? Метафорические карты – это, ну, то есть, карты, ну, то есть, в основе лежит юнгианская, да, то есть, психология, ну, то есть, работы с архетипами. И, то есть, там как-то использована мусульманская символика или что? Там не мусульманская символика, ну, то есть, там она по работе с семейными отношениями, то есть, картинки, да, то есть, они проективные. Ну, вот так. Это к вопросу, какие, то есть, ученики, то есть, вот такие ученики интересные есть. Это, конечно, интересно, потому что, ну, религия, да, она, в общем, достаточно атаксальная, жесткая, и насколько это канонично выходить в психологию. Вот, то есть, да, с удовольствием, то есть, я не видела ни одного религиозного, культового служителя, который мурщился от психологии. А мы, в общем, ну, читаем предметы специфичные. Я хочу задать вопрос, вот какого. Возможно, я что-то упустил из тем, который вам интересно сейчас озвучить. Вы можете сами себе задать вопрос каждый, который мы могли бы вынести его на обсуждение, и услышали наши зрители, это было бы интересно. Вам кажется, что это было бы интересно? Какой вопрос я могла бы задать сама себе? Ну, наверное, вопрос, что я еще могу предложить своим студентам. Что вы еще можете предложить? Вот меня очень огорчает, что я не могу их вводить, там, допустим, в центры, не могу показывать больных, вот это меня очень огорчает. А почему? В чем сложно? Потому что вот сейчас все закрыто. А, с ковидной ограничением имеется в виду? Да, то есть вот это вот, ну, то есть ограниченность, и поэтому я даже испытываю некоторое чувство вины, мне хочется им, ну, то есть дать больше, больше, то есть показать, ну, то есть многообразие абсолютно, да, то есть разных сторон жизни с точки зрения психологии, чтобы они, ну, то есть я, ну, то есть не хочу, чтобы они были, ну, такими стереотипными, потому что психология, несмотря на то, что она как будто бы такая очень гибкая, очень много всяких психологических, дурацких стереотипов, да, то есть а мастерство, оно, мастер отличается от ремесленника тем, что, ну, то есть мастер видит нюансы, вот мне хочется им, то есть показать разные нюансы, вот я бы так сказала. Что в вашей, Ксении, магистрской жизни вы бы хотели, о чем бы вы хотели рассказать, о чем я вас не спросил? Вы считаете, это важно, например. Есть такие какие-то вещи? Наверное, не то, что не спросил, а хочется добавить о том, что занимаясь, изучая психологию, происходит очень сильный духовный рост. И сейчас очень популярно и модно везде в соцсетях, в интернете, что духовный рост — это йога, медитация, всевозможные практики. И есть такая картинка, мем, где духовный рост, одна девушка сидит в позе лотоса, и все думают, что вот это духовный рост, а вторая картинка, где девушка плачет горючими слезами, и подписано, что вот настоящий духовный рост. Какой вы посланяетесь? Ко второй. Духовный рост через боль? Через познание себя, через боль, которая там спрятана в бессознательном. То есть, занимаясь медитацией только и только какими-то духовными практиками, человек избегает того, что там на самом деле есть. И нельзя перепрыгнуть сразу на эту ступень, минуя познание себя и своей более теневых каких-то качеств. Это вот вы к вопросу про школу. Вот то, что она озвучивает, она транслирует. Это ее геомство. Тенденцию. Потому что, ну, то есть, контекст обучения, да, ну, то есть, что без труда не выловишь рыбки из пруда. Ну, то есть, стоять на гвоздях, медитировать, это все прекрасно. И телесные практики, это все прекрасно. Но, вот, классик сказал, страдания душу исцеляют или очищают. Вот, то есть, быть осознанным, познать себя можно только, да, через сопли, слюни, да. Ну, то есть, это как в гештальт-психологии Фрид Спёрлс говорил, да, что невроз похож на чешую лука. И освобождая слой за слоем, встреч, когда происходит встреча с собой некрасивым, вот тогда, так сказать, происходит и, так сказать, духовный рост. Вот, вот такие у нас студенты. То есть, лечиться лопухом не хотят, а хотят, так сказать, это зрить в корень. Я иногда думаю о том, что вот интерес к психологии, который возник в нашем обществе относительно недавно, он приобретает взрывные формы, почему-то, кстати, тоже вопрос интересный, почему-то, в первую очередь, женщины им интересуются этой темой, мужчины по привычке водочкой обходятся. Он связан с такой очень интересной общественной трансформацией. Мы же жили на протяжении почти ста лет в обществе, где культивировалась главная философская идея, скажем так, наша метафизическая подложка, бытие определяет сознание. Возможно, это мое наблюдение, моя ошибка, да? Но, тем не менее, мне кажется, что вот этот вот интерес неожиданный к психологии, взрывной интерес, он является следствием трансформации, когда мы переходим к состоянию, когда наша подложка, эта метафизическая, будет меняться и исходить будем из принципа сознания, определяет наше бытие. Вот. Можно ли мою догадку подтвердить или опровергнуть? Мне кажется, что, в общем-то, да, сознание определяет, так сказать, бытие. И в этой связи я попалась на глаза и прямо мне запало в душу очень такая краткая идиома, да, казалось бы, научная, из квантовой физики. Коллапс волновой функции зависит от наблюдателя. То есть материя, бытие создается наблюдателем, нашим сознанием. Вот. И когда очень много о ней начинаешь думать, то начинаешь понимать доктрины, уже выход из психологии, переход к философии, причем очень глубокий в философии, субъективного идеализма. То есть это Беркли, это Юм, возможно, скажем так, магистрские программы по психологии, они выводят туда к философии? То есть у вас преподаются такие философии? Дело в том, что в каждой магистрской программе, в том числе и по консультативной психологии, есть курс, цикл общих дисциплин. И они предполагают такой мультидисциплинарный подход, связь с философией. То есть блок таких дисциплин есть. И очень интересно, что, скажем так, философы, которые находятся на, не скажем, крайне, на позициях субъективного идеализма, по сути, сознание, определяющее бытие, это и субъективный идеализм. В той или иной форме, там, степени. Они очень близко подходят к теологии. Епископ Беркли, основатель субъективного идеализма. Гейзенберг, Гейзенберг, это квантовый физик, спор Ихксенштейном вечный, который являлся крупнейшим теологом еще, как ни странно. Вот сейчас я стал в этом разбираться, у него очень интересные мысли есть. Юнг, в нем теологии, вот так вот. Скажем так, когда-нибудь связка психологии, теологии, философии, возможно? И это будет случиться, или это какой-то базовый скачок, новый скачок качественный в познании человека, познании самого себя? Я думаю, что он и сейчас есть. Да? Конечно. Вообще, на самом деле, тенденция сегодняшняя, это не обособленная, допустим, психология, медицина, философия, а это взаимопроникновение. И все хорошие работы, научные, практически, они все представляют собой мультидисциплинарный подход. Невозможно вообще быть изолированным. То есть, и диссертации, они защищаются по двум специальностям. Очень часто, и это тенденция. То есть, вот я, допустим, защищала своих, так сказать, учеников, аспирантов по двум специальностям. Я защищена по двум специальностям. Каким? По медицинской психологии, по общей психологии. Вот, смотри, такая ситуация. Я понимаю, что у вас всего их 20% студентов, которые заканчивали бакалавриат и потом поступают на магистратуру. Вот молодой человек, он приходит к своим родителям, он говорит, мама, папа, я закончил 4 года, у меня есть диплом бакалавра-психолога, я хочу продолжить обучение в магистратуре. Дайте мне еще, ну, соответственно, 150 тысяч рублей на обучение 2 года. Вот. Какие бы вы доводы привели родителям, которые стремятся, чтобы их сын или дочь быстрее, возможно, оперились, чтобы сказать, что да, эти вложения, эти инвестиции очень важны, и они принесут вам скорее всего результат хороший. Ну, дело в том, что бакалавриат это все-таки не полное образование. магистратура, если мы говорим о социальных вещах и мы говорим о возможностях адаптации социализации, строчка в резюме магистр Казанского Федерального Университета, да, то есть психолог-консультант, это много возможностей, то есть человек может найти себе очень хорошую работу, то есть это в разных областях, он является экспертом, ну, то есть по подбору персонала, он является там, ну, то есть может работать в правоохранительных органах, он может работать в медицинских учреждениях, то есть много дверей сразу открывается. Ну, то есть доводы есть. Конечно. Ну, то есть это, ну, такая вещь дополнительная, то есть дополнительная прибавка к жалованию, скажем так, и это много, ну, то есть возможностей, выбор профессии. Ксения, я хочу задать подобный вопрос вам, условно говоря, как вы объясните, возможно, вам уже это было и не нужно, да, вы там оторвались от родителей, от мамы, которая сыграла значительную роль в вашей жизни, в том числе в выборе профессии именно в этом треке, по которому вы пошли, которая вообще сыграла ключевую роль, да, и тут именно в треке. А вам, как вы объясняли маме своей, например, что я сейчас, бросая все, профессию инженера, стабильность определенную, переезжая в Казань, хочу учиться в Казанской федеральном университете на магистской программе, консультативная психология? Ну, мне 31 год, и маме ничего не объясняла. Вы выглядите просто очень юно, поэтому... Да, я 7 лет отработала на предприятии специалистом по охране труда и всегда чувствовала, что я не на своем месте и параллельно занималась психологией. И так как сейчас много вот специалистов, которые и торологи, и там астрологи и пишут, что они психологи, я поняла, что я хочу базовое, фундаментальное образование, чтобы покончить с синдромом самозванца, чтобы не стесняться писать, что я психолог. И решила получить высшее образование. Вы знаете, мне однажды пришла на ум интересная мысль, как мне кажется, вот по поводу торологов, коучей и тех, кому... Ну, коучи это все-таки психолог. Ну, тех, классические психологи относятся с легким пренебрежением, да, что есть сказочный персонаж, который удивительно образом подходит под это писание, но при этом он выполнил очень важную роль. Это волшебник измородного города. Помните, к Гудвину пришли четыре архетипичных персонажа. Трусливый лев, который по природе своей трусливый не может быть, там, мудрый страшилов, будущий мудрый, который считал, что он глупый, и железный дровосек, который считал, что он нелюбящий, хотя он был любящий, и у него проявлений было масса. И что сделал этот шарлатан в каком-то смысле, он просто увидел, что эти собравшиеся перед ним публика, они все такие, какие они есть. Просто у них есть определенные страхи. И он просто сделал вот такое волшебное движение рукой одному, одному, сердечко сшитое, с опилочками, другому отруби в голову, третьему кисель, сказав это храбрость. И все, о чудо, аллилуйя, все трое случилось преображение. Вот, это было вот магия буквально взгляда, да, какого-то движения. Вот это вот интересный момент, который, когда я об этом подумал, это меня примирило в смысле, что существуют торологи, существуют акульщики, существуют эзотерики, существуют коучи, которых мы иногда недолюбливаем. Вот, как вы думаете, все в жизни, что есть, должно быть? В принципе, да. В общем, я считаю, что каждый должен занимать свое место. Мне тоже кажется, что у каждого есть свое место, и иногда кому-то это помогает. Безусловно. если, допустим, человек идет к торологу, это снимает его тревогу, ради бога. Но диплом магистра Казанского Федерального Университета мы ему не дадим. Скорее всего, да. И вот на этой прекрасной ноте оптимистической мы разрешаем нашу программу. Я еще раз представлю наших гостей. Это Алена Владимировна Фролова, руководитель программы «Консультативная психология» Института образования и психологии Казанского Федерального Университета и Ксения Евгеньевна Талисиенко, студент второго курса магистратуры конструктивной психологии. До свидания, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова